Братская могила, которая находится на территории бывшего лагеря госпиталя «Ревир» – это место, о котором говорят с трепетом в душе. В 1941-1942 годах здесь было замучено, расстреляно и заморено голодом и холодом порядка 15 тысяч бойцов Красной Армии. Находясь в этом месте, невольно вспоминаешь о сильных духом людях, на долю которых выпало столько небывалой жестокости и боли. Для меня, сына фронтовика, этот праздник особенный, я бы сказал, святой праздник, поскольку в этот день мы отдаем дань уважения тем, кому обязаны сегодня мирной жизнью, обязаны возможностью спокойно трудиться во имя нашей любимой Родины. Сегодня мы возлагаем цветы в честь Дня Победы, в честь воинов-победителей, которые отстояли нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков и дали нам возможность жить и трудиться сегодня в мирной стране. Мы возлагаем цветы память о тех, которые не вернулись с войны, о тех людях, которые ушли уже в послевоенное время. Мы должны всегда помнить, какой ценой завоевана победа. Ведь до тех пор, пока жива память о героях Великой Отечественной войны и их подвигов, живы и они. Под звуки военного оркестра в скорбном молчании возложили к подножию памятника цветы, которые стали символом уважения к тем, кто погиб, защищая наше Отечество. Каждый присутствующий мысленно выразил благодарность погибшим солдатам, которые ценой собственной жизни отстаивали нашу свободу и мирное небо. Молодежь и взрослое поколение и, скажем так, среднее поколение, оно должно эту историческую память в себе сохранить и возобновлять постоянно. Нужно не просто возлагать цветы к памятникам, нужно не просто их благоустраивать. Это уже, наверное, достаточно мало. Нужно читать про эти памятники. Слава Богу, информации хватает и в книгах, и в различных энциклопедиях. И если изучить историю любого памятника, любого воинского захоронения, реально душа разрывается. Потому что, на самом деле, это трагические судьбы, трагические судьбы семей, судьбы людей. И хочется сказать, что вот этого точно забыть нельзя. С того радостного, хоть и наполненного горьким дымом пожарищ майского дня 1945 года прошло уже 76 лет. Но память о подвигах наших бойцов сохранена и будет жить всегда. Субтитры создавал DimaTorzok